Друзья, как обычно, по средам передача Московская феносреда о сезонных изменениях, которые происходят в природе нашего московского края на текущей неделе. В Москву пришла осень, и мы сегодня ее дыхание довольно отчетливо услышали в виде похолодания довольно значительного, примерно до 15 градусов даже днем. Ну и, соответственно, конечно же, постоянно принимающегося дождя, который уже носит такой холодный осенний характер, иногда он достаточно сильный, уже налило довольно много воды. Мы сегодня это видели, в частности, в парке Березовая роща, ну и вообще в окрестностях метрополи Ижайска. Ну и, в общем, такой характер погоды уже, в общем-то, достаточно нормальный для этого времени года. Вот, и, в общем-то, действительно, осень потихоньку вступает в свои права. Ну и, естественно, что наверняка еще будут у нас и периоды потепления, эта погода не навсегда. В общем, даже уже и в конце этой недели ожидается потепление, ослабление дождей и более солнечная погода. Но уже все равно, конечно же, осень напоминает о себе. Она напоминает о себе также и сокращением светового дня. И сейчас долгода дня составляет уже около 13 часов. И, надо сказать, что день световой уменьшился на 3 часа уже по сравнению с самым длинным периодом дня в конце июня. То есть, вот, грубо говоря, за лето и самое начало осени уже 3 часа светового времени мы лишились. Ну и восход солнца сейчас восходит примерно в 6 часов утра, а заходит около 7 часов вечера. Луна у нас сейчас убывает после полнолуния, которое было 2 сентября. И продолжит она, ну пока еще луна довольно-таки большая, но она на этой неделе все больше продолжит убывать, вплоть до 17 сентября, когда ее видно не будет, будет новолуния. Ну и, в общем-то, я познакомился с данными, которые пришли, в общем-то, по анализу озелененности Москвы, вот, динамики, скажем так, озелененности Москвы на период за последние 20 лет, то есть 2000 года. Вот, в принципе, какое сейчас положение дел и, в принципе, какова, в общем-то, была динамика изменения озелененности за прошедшие 20 лет. И, в результате, ситуация выглядит так, что, в общем, катастрофы никакой нет, то есть тут не надо сгущать краски. В общем-то, пока все не так уж плохо в Москве, особенно с учетом новой Москвы, где очень много озелененных территорий, большие лесопарки, но даже и в пределах МКАДа пока еще ситуация относительно неплохая. То есть, в целом, озелененность территории Москвы, с учетом новой Москвы, составляет около 80%. И, то есть, грубо говоря, 4,5, да, и 20% составляет застроенной территории. Ну, прежде всего, конечно, жилые комплексы, ну и промзоны, то есть вот все вместе, да, вот все, где нет зелени, это около 20%. Ну, там небольшие колебания, ну, примерно так. Вот. Но, однако, тут есть два момента. Ну, во-первых, соответственно, люди, как правило, живут на неозелененных территориях, то есть большинство людей у нас проживает на так называемых урбанизированных территориях. Около 70%, почти 70%. То есть, грубо говоря, лес где-то там, а люди живут, в общем-то, ну, можно сказать, практически в каменном мешке, да, то есть, ну, часто лес там где-то окружает, неподалеку находится, но непосредственно вот вокруг жилых домов, да, и внутри жилых кварталов зелени, в общем-то, не так много. Ну, особенно, конечно, это касается новостроек, новых районов в целом. Вот, конечно, в старых районах, таких как, допустим, Перова, допустим, Кунцево, там, в принципе, озелененность, в общем-то, намного выше даже внутри жилых кварталов. Ну, в целом, вот, около 70% людей живет вне озелененных территорий, ну, с очень скудным озеленением. Но самое, конечно, неприятное, это то, что количество озеленых насаждений, оно постепенно, неуплонно сокращается. То есть, вот, за прошедшие 20 лет было уничтожено более 8 тысяч гектаров зелени, вот, древесно-кустарниковой растительности. Более 8 тысяч. Ну, выглядит это, конечно, ну, кажется, что это что-то ужасное и страшное, ну, вообще, конечно, это печально, да, но в процентном отношении это около 5%. То есть, за 20 лет Москва потеряла примерно 5% зелени, зеленых насаждений. Ну, как сказать, как вам это кажется, да, то есть, в принципе, с одной стороны, вроде бы, ну, как бы не так уж и много, да, ну, подумаешь, там, ну, 5% за 20 лет, кажется, как будто бы это не такая уж и большая цифра. Но, с другой стороны, основная часть, во-первых, да, скажем так, если через 20 лет еще 5%, уже 10, и если так будет дело идти, да, то, грубо говоря, через, там, 80-100 лет у нас уже четверти растительности в Москве не будет. А еще там через, допустим, 200 лет уже половины растительности не будет, да. Но, это бы еще было не так печально, хотя это само по себе печально, то, что мы оставим потомкам, да, но и своим детям, и своим потомкам, да, непонятно, уже зелени все меньше. Но тут еще важна динамика. А динамика такая, что основная часть потери зелени, она пришлась на период Собянина, то есть, с 2011 года. То есть, вырубка, она, скажем так, идет семимильными шагами, то есть, она очень ускоряется. То есть, основные потери, вот из этих 5%, они пришлись именно на последние, вот, грубо говоря, 10 лет, примерно с 2011 года. До этого еще как-то, ну, да, но все-таки не так все было печально. А у нас предстоит реновация. Что такое реновация? Реновация – это не только снос домов и замена их новыми домами, но это еще вырубка деревьев. Это неизбежно просто, понимаете. Вы прекрасно это знаете, что когда сносится дом, естественно, вырубаются деревья. Нереально, так сказать, снести дом и оставить вокруг него, так сказать, деревья. Ну, это еще, по-моему, никому практически не удавалось. Я случаев таких не знаю. Все равно, потому что приезжает техника, так сказать, начинается строительная работа, все огораживается забором. Ну, а как это все, да, все эти, там, коммуникации там выводятся, да, все это, естественно, сопровождается, так сказать, разрывом почвы, разрыхлением и так далее. Как это можно все сохранить, а зелень, если все это происходит. Поэтому, естественно, что вырубка будет очень большая. И, скажем так, та реновация, которую мы видим сейчас, это только начало. Это только зачатка реновации, это только лишь еще, как бы, такие вот слабые ростки, которые на самом деле будут. И если вы посмотрите на график реновации, график сноса домов по реновации, который был недавно опубликован, в конце августа, то вы увидите, что основная волна сноса домов, она будет после 2025 года. Вот, то есть, вот главные все, в основном все дома, которые попали, ну, большинство, да, грубо говоря, процентов 80, если не больше, будут сносить период с 2025 по 1932 год, вот, которые попали сейчас вот в реновацию. Ну, вы представляете, да, то есть, ну, почему это понятно, почему? Потому что сейчас просто особо некуда переселять. То есть, сейчас дома только новые только сдаются. Вот один еще домик сдали, вот еще один домик. Ну, а, так сказать, представляете, если все снести, а куда людей-то переселяют? Поэтому нужно, сейчас вот очень много точек, подбирают их пока, да, где-то уже стройка идет, мы это видим в разных районах Москвы. Но все равно еще, конечно, темпы строительства, они довольно низкие пока. И предполагаешь, что с каждым годом все это будет ускоряться. И основной вот это вот, как говорится, масштаб такой, да, вот будет после 2025 года. Ну, вы представляете, что это будет? То есть, это снос домов, а с ними вместе, да, все зелени, которые рядом находятся, да, ну, и строительство на этом месте высоток. И сколько бы там ни говорили, да, по поводу того, что, ну, будем сажать новые деревья там и так далее, вы знаете, это все совершенно никак не компенсирует, ну, или, скажем так, компенсирует в очень малой доле то, что будет потеряно. Те деревья, которые будут сноситься. Вот. И я даже вот вам скажу, что, например, в Орехово-Борисово, да и во многих других новых районах деревья очень плохо переживаются. И даже вот те деревья, которые были посажены, там, допустим, 30 лет назад, они еще до сих пор довольно чахлые, довольно такие низкорослые, и, а многие просто не прижились. Вот. То есть, ну, если есть, то их не так много, на самом деле, таких вот уже настоящих, и коренных взрослых деревьев. Вот. Понимаете? Плохо приживается. Поэтому они, к сожалению, часто не компенсируют тех вырубок, которые происходят. Вот. И по самым таким оптимистическим прогнозам, да, из-за вот реновации за следующие 10 лет Москва лишится примерно 10% зеленых насаждений. Ну, я не говорю там про уплотнение населения, в некоторых районах оно составит там до 60%, да. Это само собой. Ну, там транспортные проблемы, мы сейчас этого не касаемся. Это само собой, это все будет. Ну, если, кажется, эта программа реализуется, ну, пока она реализовывается, соответственно, реализуется, это все будет. Но, так сказать, и, естественно, что зелень, конечно, будет, ну, снесено будет примерно 100 тысяч деревьев, вырублено. Вырублено будет деревьев около 100 тысяч. Вот. Это около 10% вот всего, даже больше 10% вот всего зеленого фонда, который есть в Москве. Ну, в основном это, конечно, будет в пределах МКАДа, к сожалению, опять же, да, где и так зелени не так уж много. Ну, и в Новом Москве там тоже сейчас деревья вырубаются, строительство идет довольно интенсивно. тоже. Вот. Просто там территорий намного больше, скажем так, там еще осваивать и осваивать еще, и там на ближайшие не то, что там 10, а там и на 30, на 40 лет хватит, наверное, да. Хотя, конечно, не знаю, при нынешних темпах может и не хватить. Вот. Но в пределах именно, так называемой, старой Москвы, да, то есть это уже, которая считается пределом кольцевой дороги, тоже вырубки будут довольно существенными. То есть, вот тот, скажем так, если бы еще вот это, скажем так, ну, именно, так сказать, темпы, да, они бы сохранялись бы на протяжении, хотя бы, так сказать, последующих еще годов, то это было бы еще, ну, плохо, но, по крайней мере, ну, не катастрофично может быть, и хотя бы были какие-то, все-таки, может быть, хоть компенсационные вырубки. Но поскольку вся эта тенденция, она будет усиливаться, да, и сокращение зеленого фонда, оно, в общем-то, по идее, будет продолжаться уже довольно-таки семимильными шагами, очень быстро, но если не в геометрической прогрессии, то, может быть, даже в арифметической, то, конечно, так сказать, к концу этого века, там, не то что сокращение при такой тенденции, если все это будет реализовываться, то тут уже будет сокращение не на 25%, да, если это, то есть, если сейчас, вот, допустим, будет идти, как вот, с 2000 года, да, вот до 2020, да, сократилось примерно 5%, то есть, если с такими темпами, то к концу века, да, этого 21-го, в Москве сократилось примерно 25%, но поскольку все это будет убыстряться, и, в основном, за счет реновации, да, застройки промзоны, ладно, это как раз не так сильно влияет, а вот то, что там оттяпывают немножко у Лосиного острова, да, уже, в том числе и под коммерческую застройку, вот это, конечно, влияет, вот, так вот, за счет этого, то, соответственно, это может уже прийти к тому, что в конце этого века не то, что 25%, а может уже зелени процентов на 40 уменьшится, если даже не на больше, не на 50, допустим, но вот это уже серьезно, даже 25% это очень много, а половина это уже вообще что-то ужасное, ну, представляете, что будет, и Москва, она постепенно будет все больше и больше превращаться в город, довольно неблагоприятный для жизни, вот, очень тяжелый, со сверхуплотненным населением, и уже сейчас больше плот, чем в Гонконге, да, ну, представляете, что больше, и дышать будет совсем практически нечем, то есть вот эта, конечно, реновация, она помимо там многих восторгов, которые испытывают люди, как видим, она имеет очень много оборотных сторон, негативных, и в том числе, конечно, одна из таких очень существенных сторон, это, конечно же, вырубка зелени, это лишение зелени, сокращение зеленого фонда, который мы имеем в настоящий момент, который и так уже не хватает, как говорится, зелени на каждого человека у нас дефицит, а уж тем более, если будет реноваться. Так что, к сожалению, если вот эти вот планы, они не остановятся, то ничего хорошего нас не ждет. Москвичей ничего хорошего не ждет, ни город, ни... То есть это, к сожалению, будет очень сложно жить в таком городе, где будет очень немного зелени. Будет борьба буквально за каждый вот клочок, зеленый уголок и так далее, за каждый сквер. Вот, ну, будем только лишь надеяться, остается только надеяться, что все-таки, ну, власти возьмутся за голову и поймут, что в пределах МКАДа застраивать вообще практически ничего нельзя. Застройки быть вообще не должно в Москве. Просто не должно быть. Потому что, ну, за исключением, как говорится, какой-то минимальный, да, и то, допустим, грубо говоря, с ночи пятиэтажку, строишь тоже пятиэтажку, ну, или там чуть побольше. Но, конечно, вот эти небоскребы, вот это все. Потому что Москва, она просто не рассчитана была на, в общем-то, такое количество народу, такое количество домов. И вот даже вот то, что мы сейчас имеем, да, вот эти вот, допустим, зеленые зоны, вот этот зеленый фонд, это фактически советское наследие. Вот, ну, еще в каком-то смысле дореволюционное, но во многом советское. Ну, потому что до революции там Москва была фактически в пределах МКАДа, этой Садового кольца, но чуть-чуть побольше. Вот. А потом уже, конечно, да, стали, уже, так сказать, прибавляться очень быстрыми темпами на территории. Вот. То есть во многом советское наследие, когда было понимание, что, так сказать, людям надо не просто где-то жить, да, лишь бы только вот дать, как сказать, коробку, квартиру и живи все, вот как можно больше таких вот, дать, как сказать, скалитушек, да, комнаток и давай. Вот. А было понимание, что нет, а нужно еще, чтобы было комфортное среда для проживания. То есть были промзоны, то есть зона, где люди работают, да, отдельные. И, соответственно, было, конечно, зеленые пространства. Были парки, были скверы, были просто зеленые зоны вокруг улиц. Вот вы когда идете, допустим, где-нибудь по Рославскому району по улицам, Кибальчича, допустим, Павла Корчагина, там, Константинова, вот, и так далее, да, то вы видите, что эти улицы, они все очень хорошо зелененные. То есть очень часто вот они представляют собой такие бульвары, или просто хотя бы такие вот хорошие пространства, где перед домами много зелени, скверов довольно много, да, даже в пределах вот улиц. И мы это часто видим, вот, когда гуляем по Москве, в рамках передачи «Зеленые уголки Москвы», да и просто даже вот, и по реновации, и просто прогулки совершаем по Москве. Ну, это прекрасно и хорошо видно. Ну, а сейчас просто вот, грубо говоря, максимально застроить какой-то участок, все, вот, все, напихать туда как можно больше домов, а чем люди дышать будут, и как они вообще жить будут в такой среде, ну, как бы это, неважно. Главное, получить в карман, как можно больше, все освоить, и нормально, все. А дальше это уже ваши проблемы, кажется. Ну, еще раз говорю, будем надеяться, что все-таки как-то каким-то чудесным образом, потому что по-другому я как-то не очень даже понимаю, все-таки все это как-то изменится, эта политика, да, и все-таки власти повернутся лицом к народу, и поймут, что, так сказать, иначе просто, ну, как-то очень сложно будет жить в таком городе, который они проектируют. Ну, и в заключение, так сказать, обратимся к народному календарю, как обычно, и посмотрим некоторые события по народному календарю на этой неделе. 7 сентября, это был понедельник, и это было время сильного листопада, вот. А сейчас, кстати, листья очень мало падают, между прочим, и деревья, как правило, все еще зеленые, только-только кое-где местами они начали желтеть. Ну, если сейчас погода ухудшилась, то, скорее всего, сейчас уже процесс пожелчения, опадания, он быстро ускорится. Вот, ну, и люди шли в лес по грибы. Ну, сейчас как-то грибы не так популярны, но тогда вот, раньше очень много было грибников. Во вторник, день Наталии овсяницы, и начинали косить овес, ну, и, соответственно, после того, как покосили, садились за стол и, соответственно, угощались вот овсяным толокном, вот, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. Ну, короче, ели всякие блюда из овса. Вот, сегодня у нас 9 сентября, в среда, и в это время раньше выходили собирать рябину, поспевала рябина, сейчас она как-то пищей не употребляется обычно, не столько в лечебных целях, но в основном, так сказать, птицам. Ну, птицы-то, они продолжают ее клевать, а люди как-то ее, как правило, не собирают. Вот, ну, и, в принципе, если большой урожай рябины, то это предвестник суровых морозов. То есть, как бы, природа говорит о том, что птицам надо как можно больше наедаться, запасаться, так сказать, вот, пищей, да, чтобы пережить потом суровую морозную зиму. Завтра, 10 сентября, будет день Анны Пророчеса и память еще преподобного святого Савы Крепецкого. И идет последняя жатва хлебов, с полей вывозили снопы, которые складывали в скирды. Вот, ну, и отсюда название праздника Скирники, то есть Анна и Сава Скирники. Вот, то есть уже заканчиваются всякие полевые работы потихонечку. Ну, 11 сентября день усекновения главы святого Иоанна Притечи, день постный, причем довольно строго раньше постились, практически ничего не ели в этот день, ну, разве что там хлеб с водой. Вот, и также наступает поворот в природе в этот день, заканчивается лето, вместе с первыми заморозками. Вот, и уже, соответственно, все больше и больше наступает осень. Ну, в общем-то, мы это вполне ощутили по сегодняшнему дню, особенно. Вот, ну, и отчасти и вчера тоже. 12 сентября будет день Александра Невского, отмечаться память. День называли сытником, потому что в этот день накрывали богатые сытные столы, где все, в общем-то, ломилось. Вот, ну, по тем временам, опять же, не по современным. Ну, собирали гостей, выстрелили пиры в честь Александра Невского. В том числе готовили сытную кашу, там, когда сорвелатов, мармелатов, в общем-то, не было. А тогда, вот, в общем-то, такую вкусную кашу готовили, лечменную, например, ну, или овсяную, на молоке. Вот. И подавали свежий хлеб и зерна нового урожая. Так, ну, и закончится неделя 13 сентября. Вот, и в это время начинали сыграть клюкву, вот, из ягод готовили всякие лакомства. Ну, опять же, по тем временам, ну, кстати, и сейчас тоже клюкву в сахаре. Вот, сейчас как-то мало кто ест, ну, тоже продается она в магазинах, не во всех, но продается. То есть пирожки с клюквой, ну, это он сейчас как-то практически не упускает. Ну, раньше сами делали, и сами в сахаре, и пирожки с клюквой, и так далее. Ну, еще компоты делают, кисели, варенье с клюквой, то есть много разных, вот, в виде применений находятся для этой ягоды. Ну, она, конечно, специфическая такая, довольно горьковатая, и, в общем, не каждый ее, естественно, любит. Так же, как и брусника, тоже такая, в общем-то, болотная ягода во многом, и клюква, и брусника. Ну, в общем, раньше крестьяне были не такими привередливыми, как сейчас люди, и поэтому с удовольствием все эти дары природы, и, в общем-то, употребляли, да еще, так сказать, разнообразили всякие лакомства из этого, умудрялись сделать. Ну, и также выходили в поле убирать хранеплоды уже, тоже, что не убрали, репу, там, морковь, секлу, ну, также и картофель. Ну, вот, так выдалась такая погода, и такие, так сказать, у нас погодные события на этой неделе, народные приметы. Ну, соответственно, потихоньку, повторюсь, осень начинает наступать, и все больше и больше напоминать, что она пришла. Спасибо.